К нам сегодня в Академию в гости пришла заслуженная артистка России, прямо балерина театра Палисея Кача Эйфмана, человек, у которого в инстаграме 250 тысяч подписчиков, это важно для сегодняшней встречи, да, Мария Пашов. Мы живем в эпоху, когда вокруг нас куча соцсетей, и все эти соцсети, к сожалению, ну, мягко говоря, не прививают чувства прекрасного. А любой представитель балета, искусство, это человек как раз, который со сцены несет этот прекрасный объективный зал. И как же это совмещать? Быть активным пользователем соцсетей и впадать в эту токарную бошлость, и все-таки как-то внести знамя романтического балета в массы. Могу сказать только, конечно, соцсети, насколько повышают наши самоотзеты, настолько они могут, конечно, дать, как-то представление. Потому что я вижу очень много случаев, особенно в балетных школах, когда девочки, вот мы даже сегодня обсуждали в Академии Вагановой, девочки, у которых есть прекрасное карте, и собирают это карте очень много лавков, на этом как бы остается все. Потому что в то мое время, в мое становление, конечно, не было инстаграма, и даже какие-то фотографии запрещались нашим директорам, это было бы Геннадий Григорьевич Шарберг или Эли Грифман. У меня даже был такой случай, когда договорились оттуда съемки, пришли, у меня была сделана фотография, была прислужба театра, это все было оговорено, и я стояла там в корсете. Все было прикрыто, ноги в фамуанках, прическа, то есть ничего не видно, кроме там групп, но меня вызвали на следующий день, сказали, извините, пожалуйста, ну вот, Маша, мы вас лишаем спектакль на целый месяц, потому что это неприемлемо для театра. Несмотря на то, что театр это все разрешил, но, говорят, когда ты балерина с определенным репертуаром, ты танцуешь шагаритой или еще где-то, то есть ты просто не имеешь права что-то делать. Так же и в балете, меня удивляет, я думаю, это загадочные фотографии и девчонок, может быть, еще по возрасту, когда не должно этого быть, но из-за того, что вы видите старше, вы пытаетесь копировать, и на 5 бывает не совсем уместно. И, конечно же, когда ты хочешь заявить о себе как балерина, ты должен понимать, что тебя могут видеть в танце. Потому что тоже не один раз, когда я смотрю на танцовщика, я думаю, может быть, просто, наверное, был в танце. Я прихожу в Муринский театр, а мальчик заваливает первое, сначала вправо, потом влево, потом дуры, потом кое-как вообще-то. Ты в замоках, ты понимаешь, что... И инстаграм, и реальная жизнь, это абсолютно две разные вещи, но вы должны понимать, если вы хотите что-то о себе сказать, вас могут видеть со всех сторон, только не в любимой, там вот этот левый профиль, полуамфас, и, не знаю, там прекрасный антитюд. У вас же есть и другие положения, Поэтому это очень такая сомнительная заявка. То есть все-таки мое личное мнение после какого-то становления, взросления, после 18, то есть если бы я имела отношение к школе, я, наверное, не запретила инстаграм. То есть только те, кто уже чего-то достиг, кто что-то умеет, может, ну, либо просто выкладывать вот, когда идет класс, какие-то давятцы, потому что иначе, не знаю. Но это лично мое мнение, оно может быть абсолютно неправильным. Ну, мы сегодня пришли услышать ваше мнение. Вы хотите задавать вопросы, поднимайте руки, есть микрофон. Да, если вы пока стесняетесь, маячьте мне, буду задавать вопросы, пока я. Не стесняйтесь, отвечу. Да, ну, хорошо, я продолжаю. Вы пока собираетесь мыслями, силой, да? А, конечно, понятно, что любой человек публичный сочетает в себе несколько параллель. Есть я, вот в соцсетях, есть я на сцене, есть я в зале, что очень важный момент абсолютно для нас, есть я в урон. И, конечно, часто создается картинка вот это прекрасно, что вот полерина, она прекрасна везде, наверное, струится в полеринах. Мне хочется сказать, что я любую безусловно прекрасную везде, но у меня очень честная инстаграма на самом деле. То есть, я очень люблю какие-то старые фотографии, какие-то зафотошопленные жуткие фотографии. То есть, я, в принципе, такая, как я есть. То есть, я, наверное, много чего не показываю, потому что есть у меня воспитанные моей мамой вот этот критерий дозволенного, то, что ты можешь выносить. То есть, у меня была достаточно строгая мама, и она так, как-то меня сразу научила никогда не плакать на людях. То есть, обидно, не обидно, нет. То есть, ты можешь все делать дома. те эмоции, которые принесут, возможно, они принесут радость другим, но они не доставят ничего хорошего тебе, потому что, особенно в болезе, то есть, когда тебе плохо, что-то не получилось, ты расстроен, все равно, всегда, я не знаю, всегда найдутся тебе, кому это будет на руку. Потому что такая у нас профессия, это конкуренция, это конкуренция. Поэтому не надо показывать все, но все, что я могу показать, я показываю, ведь абсолютно именно так не будет, как это не всегда. А как подбиться тем, что бывает тяжело? Бывает тяжело, и вообще эта профессия достаточно суровая, ну, все-таки, сложная. И, если честно, все безумно устают, ради чего все-таки можно будет победить. Я понимаю, что это общий вопрос, и ответ вроде как поочевиден, но на самом деле где для нас тот момент, который мотивирует преодолеть любую преграду? Для меня почему-то сразу было очевидно, помимо того, что я очень хотела танцевать, любила, танцевать, и когда я пришла, мне иногда это ставили в упор, что я мало общаюсь со сверстниками, мало общаюсь в театре, в труппе, то есть, когда мы видим, что у тебя есть твоя цель, ты идешь, тебе неинтересно посидеть или еще что-то, то есть, я могла пройти в зале огромное количество времени, и я понимала, что нигде в другой профессии я не буду получать зарплаты в 18 лет, в 19. у меня не призыв по всему миру, потому что, когда я пришла в Туэй, у меня, конечно же, не будет эпидемии, у меня выросла уже гастроли в Корею, потом был Лондон, Кариш, Америка 72 дня, то есть, мы объездили все, то есть, и Фольду, и Фольформию, и Центр, то есть, потрясающе, для меня это сбылась мечта, потому что я неотечественная беспечная семья, когда обломали, то есть, у меня родители, которые говорят, мы не можем поедать на море, ну, просто вот сейчас финансово мы не можем, и у меня вот сложился такой метр в ладе ребёнка, что вот в телевизоре я вижу вот этот ладе, что там, какие-то вот витриины, там, когда открылся вордонность, ну, вот я не в год не поеду, потому что, ну, это тоже ничего страшного, и потом, конечно, театр рейд, но у меня все эти возможности, когда ты просто темно позит, ты танцешь, ты показываешь себя, и в то же время ты смотришь письмо. Я не знаю, где ещё это возможно. А где человек селый сейчас? Вот сейчас, когда границы закрыты, спектаклей мало, где сейчас находишь силы бороться с тотальную скалусть в своём отражении, надо понимать, что ты хочешь. Надо быть примером для всех. Ну, вот у меня так получается. Я понимаю, что я заряжаю энергию всю семью, и я не могу себе поспорить отдохнуть. То есть у меня бывают иногда такие моменты, когда я думаю, ну, если я порежу, и я ложусь, потом так, даже вон остальном что-то выложить, так надо что-то снять, как я давно видео не снимала, так надо разогреться перед видео, и понимаю, мне вот так вот комбик накатывается, вот он, я вот это обещала, вот это сделать, вот это, вот это. У меня нет времени просто лечь и страдать, это не приносит, я точно знаю, что у меня есть никакой результат. ну, а лучшее глаз не будет, кому-то лучшее на следующий день. Ну, все, все, все. Это, возможно, немного личный вопрос, но все знают, что балет связан с эталоном красоты и формы. Вот есть два типа людей в этом балете, вы относитесь больше к типу, что вы можете позволить себе много, ну, но есть то, что вы хотите не глотите, или вы всегда себя всю жизнь сдерживали и контролировали? Очень острый вопрос полный. И как ее держать? Вообще, я когда была младшина, доченька 20 лет, я была очень худенькая, я была такая вообще тоненькая, леденькая, а потом меня пустил выпечица в Австрию. То есть, у меня родители остались дома, и мы там жили с учетом в интернате, это такой спотинный интернат, заграничный, то есть, непривычная еда, там давали пиццу на ужин, то есть, ты мог ее взять сколько хочешь, там давали какие-то выпечки, какие-то эти булочки, австрийские, то есть, мы все время ели, и в какой-то момент на нас так смотрели эти женщины с буфета, и говорили, «Надоже, у нас даже баскетболисты только не едят», сколько вот эти вот шесть балилин, такой вот я и без, да, а потом, когда нас поставили на медицин, мы всего лишь 60 килограммов, это было, конечно, то есть, ну, мы были разного роста, меня выручало, то, что я была высокая, но это было ужасно, вообще, критический момент, и дальше началось личное облудение какое-то, но могу сказать, потом, нормализовался у меня веществ, и все пришло на круги своя, но, видимо, какой-то вот этот переходный возраст, надо себя сдерживать, очень круто, когда эти родители или наставники, потому что себя, я прекрасно помню, что это было невозможно, нам просто хотелось есть все время, и мы ели, и ели, я разговаривала еще с Люкой Андреевым, мне надо было смеяться, она говорит, что тоже, ей мама говорила, что Люка, уже надо перестать, и она говорит, я была уверена, что все прекрасно, даже когда штаны провались, я говорю, по швам, я подумала, что все и штаны, но это, видимо, такого возраста, когда ты был уверен в том, что ты прав, это и делаешь, как все окна, это надо пережить, потом становится легче, когда ты уже начинаешь принимать свой организм, он устаканивается, и сейчас я скорее из тех, кто позволяет себе все, нежели контролировать все время. Спасибо большое. Пока все с вами молчат, значит, период пандемии и ваш инстаграм просто взрывался куча всяких новых постов, и там была целая серия про вот нескольких героин, их было много, расскажите, как это родилось, что, как они взаимосвязаны, и вообще, как приходят идеи вот этих вот у вас таких роликов, о межсирии, или было? Слушайте, но идеи, они приходят внезапно, и не тоже, они все основываются на каком-то чувстве юмора, потому что я обо всем всегда пишу в какие-то смешные стороны, потому что иначе, без него было сложно держаться, и нужно уйти в депрессию, глядь на все это, но тогда еще это было все весело. Во-первых, наверное, кто следит за инстаграмом, они видели, что были какие-то телоролики как раз с Любой, но поскольку я все время была инициатором, то есть я нахожу музыку, мы это все снимаем, я это все монтирую сама, делаю, и одной, ну вот, как раз воспитание, мне было в какой-то степени неловко перед артистами нашей труппы делать что-то одно. Я не знаю даже, как это объяснить, то есть, да, я вроде бы там стою на другом уровне, я ведущая солистка, но как они посмотрят, что я еще что-то снимаю, я хочу себя как-то показать, то есть нас так не научили, в наше время это было неправильно. А пандемия собрала народ. Мы с этим дома ни плинчика, не делали, там кто-то отжимается, кто-то бегает, кто-то там, еще что-то, а я занимаюсь с удовольствием. Да, сейчас там было тепло, а тут нашелся какой-то розовый костюм, абсолютно непонятно, от кто у меня появился, но в какой-то момент сделал себе плечесочку, и поняла, что ну, почему бы не, так легко можно сказать, то, о чем ты, если ты воспитанный человек, ты не можешь, да, кому-то что-то сказать, когда у меня там был персонаж, классический балерин, и ты их видишь, они очень часто там на улице ось и такие встречаются, и ты им ничего не можешь сказать, потому что они знают, как нам надо делать позицию, и ты просто, только таким образом, ты это можешь что-то сказать. Поэтому, мне это было в радости, это было весело, а потом все закончилось, когда пробовала связку, но на что стало вообще невесело, немножко. То есть, для такого веселья нужна уверенность в том, что ты можешь снять эти костюмы и станцевать абсолютно по-другому, потому что нельзя при этом стать только так, полный сын, как ты, даже не мое вам плово совершенно, но как развлечение, может быть. Ну и тоже, меня купил этот инстаграм, потому что все писали, это было здорово, это выстреливало, но не более чем. То есть, все равно все осталось на тот же уровне, поэтому никогда не знаешь, что нужно им, и если идти именно за мнением общества, это, ну, губить иногда. Потому что общество, оно в большинстве своих почек какой-то грязи, интимных подробностей, каких-то непотребностей, и поэтому нет, лучше ограничивать. Это был бы уходящий вопрос. А кто вообще революбов? То есть, я, какая-то медийная речь, я сейчас могу спортировать, да, и показать, что важно тем людям, которые подписаны, которые следят. Или, наоборот, я иду на поводу, и делаю в угоду, и скорее опускаюсь до этого уровня, хотя не всегда опускаюсь. Вот влияние личности и общества друг на друга. Я думаю, что если личность достаточно сильная, она не пойдет на поводу. Потому что вот эти вот видео, помните, одно время они прям все заполонили, вот эти танцующие ноги, да? То есть, я одна из первых, кто сделал это на музыку, сделал немножко со смыслом, чтобы там совпадало, начала это придумывать. И я понимаю, что любая девушка, которая сделает то же самое, она сейчас делает это в трусах, она соберет, конечно же, на много больше просмотров. И вот, Инстаграм, конечно, это как раз вот эта тема, да? Или вы хотите какой-то внезапной, да, радости, популярности, то есть, но вы чем-то наступаетесь, да? То есть, вы вместо купальника одеваете трусы. Да, вы сейчас суперпокулярная, девушка в трусах. Надо вот этот момент очень четко контролировать и не идти за ним. Потому что, конечно, хочется популярности, конечно, хочется выстрелить, конечно, когда ты видишь, что какие-то люди, когда там у меня уже были подписчики, они еще были нигде, и тут они выстреливают, но все равно всегда надо помнить, потому что балерина, вот как раньше, да, балерина меня, допустим, очень раздражает, когда там девушка в шпагате, голая, и пишут, балерина. То есть, раньше балерина, это назвали только ведущих солистов, то есть, ведущие, достойные солистки императорского театра назывались балериной, остальные, в основном, артисты, артисты балета. И сейчас мне очень грустно видеть, что из-за этой популяризации балета немножко ушли вот эти понятия, кто такая балерина, что она несет, что она должна что-то уметь, она должна как-то быть образованной, понимать, как можно себя нести, и как нельзя. У нас немножко это сейчас будет, но я не говорю, что у нас, мы еще узнали, что на Западе все хуже, у нас еще ничего. образование, образование, возничало слово, воспитание, и, конечно, понятно, что формируют родители, во-внух, они направляют, но все равно и то, что тебя окружает, очень формировать внутри. Вот у нас есть вот такая шикарная академия, у нас есть вот такой парнинг для роз, да, где мы пытаемся ребятам прививать, но какая ответственность самого человека перед собственным перед собственным воспитанием. Я понимаю, что существует момент, когда предоколец действительно должен как соберанерный полный рассказать, во время он остается, но все равно существует моя ответственность. Во что я говорю, что вы это... не знаю, мне кажется, это уверенность, эта ответственность, она приходит вообще потом. Потому что я помню себя в 13, 14, 15 лет мы учились, наверное, мы чего-то хотели, но больше я хотела пойти на дискотеку, честно говоря. И мы вообще так ждали четверг, когда уже откроют так глупо, мы вот абсолютно занимались, мы все делали, но четверг-пять с исхода нас просто было не найти, потому что мы тусили. Я не знаю, это хорошо это или плохо, наверное, сейчас я, может быть, относилась бы к этому по-другому, но я точно понимаю, что в какой-то момент приходит возраст, когда ты не можешь оценить, не можешь понять, что для тебя важно, что для тебя не важно, это балет, но это все равно рутина. То есть ты каждый день делаешь одно и то же, когда ты это делаешь театр, ты хотя бы понимаешь, я получу за это деньги, я могу себе что-то купить, я выйду на сцену, я станцую. То есть, когда это в школе из-за дня в день, но тут только задача педагогов, на самом деле, то есть как-то детей, потому что в какой-то момент у меня тоже ушли идеалы, то есть, а дети, ребята, ты начинаешь их тенить опять позже. То есть слова тренера на гимнастике художественной тоже в какой-то момент стали, меня значит больше, чем у тебя у моей мамы. То есть я безумно любила свою маму, но вот как-то авторитет я понимала, что мама, она не гимнастка, она не галерина, почему она мне что-то говорить. И вот этот раздрайв, особенно когда типа там 12-14 лет, ты вроде бы уже превращаешься в какого-то взрослого человека, но тебе не разрешают быть взрослым. То есть это очень сложно. Поэтому я более чем уверена, что дети сами не могут с этим справиться. То есть ты можешь сто раз говорить, что ты личность, еще что-то, но если тебе хочется чего-то другого, ты пока это не сделаешь, сам вот не обожжешься, не так, пусть я же хотела. Но это тоже это личное мнение. А если бы вот сейчас вот Мария пошла взрослая, сказала бы своей... Ну я вообще слушать не знал. Да, 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 да. Я бы сказала, надо же собираться, собственно, в клуб. То есть я просто помню прекрасное время, нас интересовало совершенно что-то другое. И может быть, из-за того, что у нас был такой класс, как бы хороший, мы все стали солистами, в Тодвенской опере, я в театре, и кто-то там в Будапеште, ну то есть все у нас весь класс, у нас солисты. И может, из-за этой уверенности. То есть сейчас у вас здесь намного больше, у нас класс-то был человек 7-8. то есть когда классы большие, в театрах мало места, конечно, мы можем мотивировать себя тем, что если я не буду лучше, то в принципе, кем я буду потом. Потому что угробить 8-10 лет своей жизни на обучение, чтобы потом, я не знаю, как называть, ну в лучшем случае, да, назвать эту начинку, ну в лучшем случае переучивать на какую-то другую профессию, потому что все равно благотелее. у вас, правда, время, потому что детям же, для детей эти 8 лет, они просто бесконечны. Ты всю жизнь вообще в этих стенах угробную. На самом деле, это же даже не знал. Все, как вы. То есть получается, что я сейчас сижу по ученикам, и все, и пусть теперь, значит, педагоги, родители меня ждут. Нет, не то, что убеждают. Здесь даже не убедить, на самом деле. Я просто понимала, вот, то есть я такой человек со стержнем, видимо, и в детстве я была. То есть убедить меня, либо мне нравится человек, и я хотела за ним идти, то есть, собственно, пример, потому что у детей убедить их очень сложно. То есть это либо какое-то использование силы, что никак нельзя, ни в коем случае какая-то строгость, я не знаю, занижать оценки, грозит все время отчисление. Нам тоже грозили отчисление, нас отчисляли буквально каждую неделю. Как-то принималось. Поэтому, ну, да, что все-таки, но сейчас все равно другое время. Я говорю, когда это 7 человек, да, я училась, ты знаешь, что у нас открытые дороги, мы просто выбирали театр, куда мы пойдем. Мне было очень сложнее, потому что я была выше всех. А когда вас так много, надо, конечно, стараться. Надо стараться, потому что шанс, в принципе, он один. Он выпадает. Особенно в болезненном мире. То есть тебя могут не взять, потому что ты в какой-то момент перестал стараться, поправился, ты решил не прыгать, потому что что-то валило ножка, а потом ты приходишь проверяться, если бы говорят, надо следующую ситуацию попробовать еще раз. Вот это, конечно, жесть. Серьезно. Я видела, у меня и у друзей такие были ситуации. То есть, и ты понимаешь, что ты не уйдешь, ты просто ничего не умеешь. Ты умеешь только танцевать, а танцевать тебя не будут. Поэтому, тоже, так и по указану, отца. Слушаться, не слушаться, это, конечно, ваш вариант, ваш выбор, но лучше слушаться, потому что все равно, я более чем уверена, что в этой академии плохого не советуют. И только вкладывают, переживают, изо всех переживают. Я не все слушаю, что там, тут девочки заболели, тут мальчики не пришли, тут еще что-то. Старайтесь, тут не нужно. приносили. Приносили у нас инициативу, за это. Да, граника. Пригодитель, челлюжный, были отличницы, рожисты или переговоры интересовались всем, или же больше занимались альфа? Я не училась в биографической школе, я в 8 лет пошла в художественную гимнастику, я училась в школе с математическим угломом, я выиграла математические олимпиады, у меня был усиленный английский язык, то есть это была очень сильная обычная школа. И моя мама сказала сразу, если ты не будешь отличницей в этой школе танцев, у тебя не будет. Поэтому сначала у меня была художественная гимнастика, а в 12 лет впервые я вырезала буанты, и за полтора года меня поставили на буанты, и я выучила достаточно большой интертуар. Сейчас не буду уже углубляться, так, в 14 лет я танцевала в театре БАЭД, в Нигею. То есть да, без школы, без чего-либо, то есть достаточно по спортивному меня натоскали, на мужчине, и после я была выносовая все это было достаточно легко. Но, тем не менее, мама никак не освободила меня от занятий, то есть я должна была быть отличницей, и я была отличницей. Интересовалась? Конечно, интересовалась, но я хорошо помню момент обиды на свою маму, когда я поняла, что я никому не интересна из серстников, то есть мальчики меня просто не воспринимали. Когда тебе 14-15 лет, я четко понимала, что я никому не нравилась. То есть надо мной издевались, что я все время зализана прической. Меня называли Ту-134, это самолет такой зализанный. Я абсолютно не знала, какую музыку сейчас слушают. То есть не было таких телефонов, не было интернета, и обида была. То есть у всех есть жизнь, у меня жизни нет. Иногда про меня пишут в газетах, что я в 14 лет станцевала «Никве», в 15 лет я станцевала «Белого лебзя». Но от какого-то такого счастья, это как раз к вопросу… У меня был премьер, у меня была мама. Но, наверное, если бы не было ее, я бы тоже плюнула, бросила. И в тот момент мне хотелось слушать какие-то кассеты, разбираться музыкой. Я не могла поддержать ни один разговор, который был вне школы. То есть, да, со мной сажали вещи на троищных группах, они списывались с ошибками все равно на три. То есть у меня как бы… Но временем еще чем-то интересоваться, наверное, не было. Вот в этом плане. Наверное, вот так. А потом я уехала в Австрию. То есть в 15 лет, когда я была в Австрию, меня пригласили учиться. Я хотела в Петербург, но в Петербурге было дорого в тот момент для моей семьи учиться в Академии Вагангу. И я приехала в Австрию. Там были для руки из Петербурга, из Москвы. И учились там около 4 лет. Вот. Но там уже учили немецкий язык. У нас не было такой прекрасной академии, как здесь. Это скорее была частная школа. Больше уроков модерна. Хотя, может, у вас тоже много уроков модерна есть. Достаточно. Клонит вас куда больше? Все-таки в классическую хореографию или в современную? Видимо, в современную. Потому что я понимаю, даже если бы я выучилась до конца, чтобы соответствовать, не знаю, там, Маринскому театру, где все артисты-бридмашеры, твои ноги к тебе сразу бы возьмем, да и не приходи к нам. Наверное, мне было бы скучно. То есть настолько там… Чтобы быть эталоном, ты должен танцевать так, как танцевали до тебя многие-многие годы. Потому что это из поколения в поколение передается. У Эйфмана ты все-таки, помимо того, что ты муза, хореографию ставят прямо с тобой, прямо на тебя. То есть это потрясающе. И если понять, что там через 100-200 лет это будут изучать тоже, и говоришь, что вот там ставили же вот этот балет, там, Анна Калинина. Потому что для меня, на самом деле, это тоже было, ну, так вот, приятно. Моих одноклассников взяли Бенскую оперу, взяли Мюнхен, там, не знаю, Штутгарт. Мне сказали, ну, мы вас, конечно, бы взяли. Ну, такая высокая. И партнеров у нас вообще нет. Это как бы, если вы с партнером придете, я понимаю, что, блин, партнеров вообще много, где-либо нету их. И я приехала в Петербург. Я сам была Миссия. О чем мы говорили? Вы сказали. Современно. Да, да, да. Современно. И у вас. Современно. Да, от нас. Да, спасибо большое. И, конечно, у меня была некая обида в том, что... Ну, у меня тогда тоже хотелось пойти и выйти из Ильянского опера. И когда Борисович поставила Каренину, и Ильянского опера купила этот спектакль, и перенесла туда, мои одноклассники стояли в короболете. Их не взяли на роль Каренины. То есть только мальчик танцевал, перевыкувая в Каренина, но мои девочки все тут были со мной, и они такие, ну, типа, крутые, мужики в Робе танцуем, а ты там где. Вот, и, конечно, это было приятно. Спасибо большое. Ну, и потом так же переносились там братья Крамазовы, еще что-то, и они все учат как бы по мне, они думают, а что мы там смотрим? Каждый твой жест, и... Это здорово, когда именно на тебя ставят. Спасибо. А Соня? Да. С первым летом, Соня. Как вы восстановились после травмы, и как вы справились с эмоциями, когда узнали что-то случилось? Ну, еще не до конца восстановилась, вот еще подержу колено. Потому что, говорят, до 12 месяцев где-то идет восстановление, а сейчас у меня прошло 5 месяцев. Ну, тяжело. На самом деле я не поверила, что я порвала связку. Я думала, что просто дернула колено, и когда я пошла к врачу, несколько врачей мне сказали, Маш, ну, как, ты же приседаешь на этой ноге, все нормально, здесь я просто не могла вытянуть. А потом был момент, когда стало сложно. То есть хорошо, что еще очень быстро произошла операция, я налетела, но дальше я никогда не сталкивалась с такими травмами. То есть я рвала связку. Но был момент, когда, ну, я это не поняла, был момент, когда в русском гамрите на сцене в Египте у меня въехал, порвался почему-то скрик линолеума. У меня партнер тянул за руку, у меня тогда блехала нога, и что-то с ней случилось. Я просто помню, что я потанцую, и я вижу, почему у меня так не моделяется стопа. И он мне что-то оттягает от начала этого дуэта. Я пытаюсь стыть на косок, у меня все время почему-то нога куда-то уходит. У меня есть такая особенность, я не чувствую боль, особенно, когда на сцене хожусь. И что я сделала? Я ничего не придумала интереснее, чем мы примотали скотчем ногу просто, обмотали, потому что это Египет. Мы говорим, у вас есть врачи? Они говорят, у нас есть зеленка. Зеленка и капуста, капустный лист у нас есть. Вообще, прям просто ничего не было в Египте. И ничего, я еще один спектакль пыталась танцевать. Ну, потому что там рентген, как-то нас не повезли. Они сказали, что там в Египте, кроме пирамид, может быть, и я-то не знаю, что это. Но, когда я приехала в Петербург, у нас гастролят через два дня в Корею, там Анна Кореевна. Я просто иду делать с ним, я говорю, пожалуйста, сделайте что-нибудь, мне через два дня в Корею улетают. Они говорят, ну, сейчас сделаем. Они делают мне гипс и говорят, через месяц снимите, потому что, если что, будет в жизни хромать. И это была единственная такая мощная травма, которая, в принципе, мне казалось, я могла бы и без гипса танцевать. Ну, я же танцевала как-то, ну, подворачивалась надо, ну, ничего. А вот эта травма совсем другая, поэтому я вот очень желаю без травмы. Ни в этом году, ни в последующих вообще как-то обойтись без вот этого всего. Потому что все эти оперативные вмешательства, действительно, кто-то остается страхом, а я очень не люблю это чувство страха. И ты не понимаешь, ты можешь это сделать или не можешь. Или если ты сделаешь, у тебя там что-то оторвется, порвется. Потому что, на самом деле, оказалось, что это так легко. Я даже ничего не сделала. Я просто толкалась. Это было весело, это было последнее движение. Это просто был же дентформант влево, который все отказались сделать. Я говорю, а я сделаю, что-то делать. И это ужасно. Правда, когда ты понимаешь, что ты можешь сломать себе что-то от невнимательности, потому что ты очень халатно решил отместись. Ну, подумаешь, ну, три месяца не занимался, а тут вот решил прибыть. Поэтому непросто. То есть надо было как-то пережить это. Поэтому не надо, не надо никаких травм, не пропускайте. Классика каждый день. Что я даже ощущусь от этим? Тяните носок. Да, Дина, у тебя есть показ? Мария Юрьевна, если бы я у вас так много обещать, что бы Наня не позвечала, это область матерью для детей. То есть вы совмещаете в себе и в Ланге Поплевину, и в Ланге Поплевину, и в Ланге Поплевину маму. Не знаю. Мне кажется, мои дети, может, я их друг. Какой веселый друг. У меня просто маленькая дочка. Это было очень интересно. Слушайте, Нана. Уверена, что открутить ее должна только мама. То есть все остальные, кто есть, член семьи, для того, чтобы поесть еще что-то, я это такое член для семьи, для усиления. Мне кажется, для усиления всех. Поэтому, да нет, это легко совмещать. Просто иногда мне не хватает времени. Потому что сегодня я бегала, у меня был класс в театре. Потом я пошла сдавать характерный. Потом у нас был зачет по классике методики преподавания. И оттуда я быстро заскочила домой, но я уже не увидела детей. И приехала мама. Когда я приеду от вас, они уже, наверное, будут спать. Поэтому сегодня мамы не было бы в расписании. Ну и это тоже неплохо. Вы же не всегда хотите видеть родителей. Я не знаю. Я не знаю. Если сейчас наше спектакль, когда выходит премьера, и там танцуют как угодно, не знаю, ну вообще, и пишут, потрясающе. Борис Яковлевич изменил там реальность балетную. Да просто. То в наше время, когда мы танцевали, вот типа Аля Каличанин, да, народный артист, я Юра Смикалов. То есть мы репетировали, я не знаю, мы не пропускали ни одной репетиции. Нас ругали и вызывали за то, что мы на репетиции позволили разговаривать. То есть сейчас у нас артисты болеют, да, там не ходят. И тогда, когда мы показали Каринину в Москве, там были, вот вы до сих пор можете в интернете найти. Но все видели Каринину, не все, да? То есть там спектакль такой, у тебя просто, тебе уже хочется умереть, господи. Падаешь, уже есть там мальчики, нету, ты уже, уже все равно, уже узкали бы. И написали комментарий о том, что обошелла модельной поплаткой, проходила два часа по сцене. А потом там еще, ну то есть, что мы ничего не делаем. Каргаболит там просто ручками изображал чух-чух там, ну я не знаю, это абсолютно фигня. И тогда было очень обидно. Да и сейчас иногда могут так написать или сказать что-то такое, что бывает обидно. И особенно обидно, когда это несправедливо. То есть тогда Борисе Адриевич, я помню, все испугались. Он ехал в поезде в отдельном бюбе, испугались, что его не могли разбудить. То есть он тоже был настолько расстроен, он не мог уснуть. Он выпал знотворное просто, ну, чтобы поспать. И утром просто там Сера, что-то, что-то. Борис не открывает, там вообще-то не дверь ломали на пол, плечом каким-то. То есть он сейчас заслуженно получает свой успех, потому что тогда это просто было... Ну, это был кошмар. То есть тебя унижали со всех сторон. Или была ситуация в Чайке. Я помню, я участвовала в постановочной. Там была первая состава Заречная и Аркадия. То есть я с Басим Яковичем ставила все радиации, все дуэты. Там были второй-трейший состав, но как бы в основном это была всегда я. Чуть-чуть что, обошел, обошел. То есть мы это все поставили. И он говорит, я не знаю, ты как бы в Заречная хорошая, в Аркадина хорошая. Я не знаю, кого бы тебе поставить. Тут возвращается Нина Змевец из Киева. Он говорит, так, Нина будет Аркадина. Нина учит хореографию. Мы танцуем в премьеру. Это все было буквально за три недели. И пишут, наконец, у Бориса Яковлевича появилась балерина, на которую можно поставить такую прекрасную хореографию. Это Нина Змевец. А мы такие все, ну как бы мы работали целый год, на нас ставили это все. Мы мучились, мы это все придумывали. А просто там написал этот друг Нина Змевец, который там прекрасно знаете. В смысле, у нас еще все эти вешали в театре, все так внизу прикалывают, что все артисты это читали. Я думаю, что мы всегда так с Наташкой праздник это снимали. Убирали. Просто опять, Геннадь, очень попить. Блин. Ну, это очень тяжело. Я не знаю, общественное мнение, вот лично на меня, влияет именно обидой. То есть я понимаю, что у меня так обидно, и я ничего не могу сделать. И самое лучшее, это уже ничего не делать. Потому что если ты начинаешь обрадоваться, доказывать, говорить, ага, вот, ага, все-таки вот она плохая. А если ты, говорю, молчишь, обижаешься, а тем более плохая. Ну, видно, а что она так обиделась? Мы вот сказали, значит, правду сказали. Да. Поэтому здесь общественное мнение в какой-то момент, вот, потому что моя мама, да, была права, никаких эмоций, никому ничего не показывать. Просто лучше в себе даже. Ну, если вот есть уже какая-то подробка, которой очень-очень доверяешь, хотя лучше все равно сама в себе. Вот дневнички у нас есть, вот там блокнотики записали, прожаловались, закрыли, все. Да. Дальше. Да, я просто мне несколько вопросов, когда я не переформулировал. А как быть, вот сейчас ребята, вот они сегодняшние ждут пространстве, они читают все, что происходит вокруг, они слушают эту музыку современную, а потом надо выходить на сцену и говорить про что-то серьезное, совершенно не связанное с тем, что окружают эти приятности. Это так. Вы имеете в виду танцевать? Да, вы имеете в виду танцевать? Конечно. И вообще выход на сцену накладывает все-таки, о, он говорит о других вещах. И как вообще мы к этому пришли? Потому что есть жизнь в себе выдохновленной, есть сцена, где все-таки разговор идет о более сложных вещах. Или наоборот, более простых вещах. Потому что вот я в карьере не станцевала в раз 300, а борщ я ни разу не приготовила. А, может, один. То есть иногда для нас бытовые вещи намного сложнее, чем сцена. И я понимаю, что на меня это никак не приедет. Я знаю, если у меня есть спектакль, я вот как меня научили в 14 лет, я не выделяюсь в этот день, я не буду краситься, я не буду себя как-то вызывающе вести. У нас были такие артисты, у которых там вечером спектакль, и вдруг он начинает, он был всегда нормальным парнем, а тут он начинает, прям его трясет, он на привет, и там стишки рассказывает. Ты просто смотришь, боже мой, как мне с ним танцевать сегодня вечером. То есть все по-разному реагируют, да, на то, что вечером предстоит какой-то спектакль. Я всегда так очень сдержана. И мой быт, ну вот я же говорила, да, это правда в инстаграме, то есть я не пухарка, я не прачка. У меня есть стираная машина, да, то есть этот быт он сейчас настолько облегчен, что ты, тем не менее, можешь чувствовать себя артистом. То есть я, там, не стираю руками, да, забросила, развесила. Ну и развесила, посушила в сушке. Приготовила, готовила, я хорошо готовила, но я могу и не готовить. То есть я и фонусы стремлют. Вот так. Музыка. Я обязательно в машине слушаю, я не слушаю классическую музыку. Мне надо обязательно что-то такое, что, как говорят, современным языком там, не знаю, настроят, вставят себя. Ну, как бы так. То есть я понимаю, что мне надо подзарядиться перед Анной Карининой. Я всегда слушаю музыку, абсолютно не связанную с нашим балетом. То есть, например, у меня для настроения идет саундтрек из кинофильма Анны Каринина. Мне очень нравится этот саундтрек. Мне нравится из фильма Фонтан. Он так очень, не знаю, смотрели бы вы этот фильм или нет. Там тоже очень крутой саундтрек. У меня есть классные песни. Без слов. Но и всегда все знают, что мне надо обязательно побыть одной. Вот даже если был самотошный день, и пришлось там ребенка отвезти, забрать, и все это сделать, и сморить, и приготовить. Мне надо хотя бы 20 минут тишины настроиться на сцену. Потому что, конечно, сцена не прощает, когда на нее уходит какая-то, не знаю, прачка-пукарка и все такое. То есть это должен быть артист балметы. И основное, что мы должны сделать, я знаю, что есть паника, там еще что-то, страх, но надо любить танцевать. Это то, что может скрыть очень многие недостатки. Очень многие недостатки. Когда я вижу человека, который танцует, и он получает от этого наслаждение, я не буду смотреть ему вновь. Если я вижу танцора, который правильно делает там, не знаю, рука, голова, вот даже я смотрю сейчас на наших артистов, которые смотрят, да, что-то нулевое. Что-то нулевое. То есть я с той стороны, я вижу, что он все равно не видит настолько хорошо, чтобы себя исправить, но вот этот вот вид жуткий, напряженный, он, конечно, очень мешает. Поэтому сцену надо любить, на нее надо уважать, относиться. То есть ты не можешь вынести себя, вот там, какой-то хрюшеподобный, да, какой-то на сцену. Потому что сцена этого не простит, она все это усугубит, и ты будешь выглядеть еще хуже, чем ты есть. Поэтому именно для этого мы оттачиваем все это мастерство. Потому что если ты стараешься, сцена тоже помогает, она покажет твои лучшие стороны. Но для этого надо очень много работать. Руки отпустить? Да. Руки отпустить. Слушайте, бросить, да? Конечно, было. Во-первых, было вот именно 18 лет, когда сказали, что я такая высокая по группу, я пока не подойду, пока не найду партнера. Тогда я подумала, что ну все, пойду в модельный бизнес. Не подумаю, что в балет. Ну, что это насевает? Все на отсюда. Но тогда я позвонила маме и решила ей сказать о том, что вот мое решение, с балетом не получится, я пойду все-таки в модельный бизнес. А моя мама, то есть она очень такая строгая женщина, она сказала одну вещь, она говорит тебе 18 лет, теперь ты решаешь сама. И просто положила трубку. И тогда я осталась сама с этим решением. И я понимаю, что танцевать это то, что я умею, это то, чему я училась, и я хочу вот это все бросить, опустить руки и как бы играть, угадая, играть не буду, не знаю. Грускому клетку. Получится мне, не получится. Тогда как-то вот это придало мне силу ее всплывает, на то, что мой выбор, за него буду отвечать я. Потому что очень здорово, когда за твой выбор отвечают педагоги. Вообще это прекрасно. Ну вы же сказали мне выучить этому реакцию, но у меня вот ноги вот такие, они не крутятся, не знаю. Или маме, да? Она же сказала, что я пошла туда учиться. То есть это прекрасное время. А вот после 18 начинается уже не прекрасное время. Ты точно должен знать, что это я решил, я сделал, и я теперь нахожусь именно там, где я на жену нахожусь. Поэтому был момент, это был первый момент. Дальше началась суровая работа в театре единого до восстановления, когда мне хотелось встать именно в занятии это место. Когда ты не подбегаешь смотреть в расписание, ну я, куда меня выписали, интересно, каким составом. То есть я четко знала, что в любом болезни, который сейчас идет, я первый состав, первое влияние. Я могу станцевать в эту партию, да, за чтение могу станцевать в вторую партию. Но никогда не будет такого, что 19,5 для меня там нет. Вот. А потом, когда у меня умер папа, это был как раз второй момент, когда я бросила полета. Потому что мы всегда думаем, что родители, да, как бы мы им крутим, то нам они нужны, то они нам не нужны, то хочу-не хочу. И когда я столкнулась именно вот с этой трагедией, и я очень старалась быстрее вернуться. Я была после декрета, и когда я родила ребенка, узнала, что моя мама болела. Очень старалась быстрее выйти в форму, чтобы он увидел меня на сцене. Но он не успел, то есть это был очень жуткий период. Получилось, что у меня умер папа 14-го числа, а 17-го я танцевала каримию. А 18-го мы его хоронили, а 19-го был русский голубик. И это настолько как бы убило меня. Я просто понимаю, что я захожу на сцену, и идет музыка, и я танцую, а у меня умер человек. И я думаю, блин, я занимаюсь какой-то фильмами. То есть у меня умер родной человек, а я танцую. То есть это было именно ощущение танца не так, когда ты несешь, как нам говорят, ты несешь прекрасные массы, ты должна, ты балерина. То есть я почувствовала себя человеком, и я прекрасно помню эту мысль. Ее никогда в жизни у меня не было. То есть я люблю сцену, наверное, больше, чем многое. Но когда я просто помню эту вариацию, поворачиваю голову, и вот как сейчас, и вот от кулиса. И я танцую вариацию, и я понимаю, что это буквально 3 секунды, и я возьму вещи из ребенка и уйду вообще. И меня настолько испугала эта мысль. То есть я не смогла никак... Я все танцевала, были аплодисменты, я была на саде, я ничего не завалила. То есть я обычно очень стабильная балерина, которая не заваливает ничего. Но после этого я сказала, что мне нужен перерыв, я как бы не приду больше. И я ушла, и полгода вообще ничего не делала. Но я думала, что смогу прожить. Без балета не смогла, а потом на сих пор еще вот здесь. Но есть моменты, безусловно, в нашей жизни, когда руки хочется опустить. И хочется, и может. Но просто а что дальше? Просто я уже говорила об этом, я тогда тоже столкнулась и с тем, что я пошла заниматься йогой, я пошла на пилатес. Я думала, боже мой, у меня столько времени, я могу вот это сделать, а вот это. А потом ты заходишь в театр, ты чувствуешь вот этот запах курить, и понимаешь, блин, я вообще не там, я не на своем месте. Я должна танцевать, я не должна вот сидеть здесь и хлопать. Это все не мое. Ну, это обычно, я считаю, моим переживанием, поэтому. Наверное, у каждого человека есть такой момент. И в этот момент особенно остро ощущается, зачем мне нужно вообще здесь. И зачем я живу, что я делаю. Да, и в эти моменты вот как раз наша профессия, то, чем мы владеем, помогает очень сильно. Потому что даже сейчас, ну, конечно, глупо говорить, но вот в пандемии, когда лишаются работы люди, а ты, тем не менее, ну, твой инструмент, это не где-то там закрыли, да, на заводе, ты не можешь работать у станка. Твой инструмент – это твое тело. И вот эти вот, да, способности Инстаграма ты можешь давать в онлайн-уроки, ты можешь это советовать, ты можешь, тем не менее, помогать. Я сейчас вижу, что балетные помогают и в фигурам катания, и в синхронном плавании, и в художественной гимнастике. То есть просто с руками отрывают людей, которые хорошо танцевают, с хорошим образованием. Поэтому, ну, профессия, вот я благодарна маме очень сильно, что я оказалась сильна в этой профессии. Есть у вас еще вопросы? Да. Да. Они просто не совпадают. Они, на самом деле, очень организованные дети. Они слушают и принимают. А по поводу эмоций, по поводу того, что лучше все переживать в себе, как на сцене балета Борис Яковича, который суперэкспрессивный, суперэнергийный, это происходит и там выпасть? Или это все-таки, ну, как бы, театр представления, я как бы поиграю в там что-то, но это не совсем легко? Ну, я, конечно, играю, это не совсем я, но, тем не менее, я испытываю эти эмоции. Просто очень быстрые перемотки. Потому что, конечно, как у меня мама приходит на спектакль, я говорю, мама, ну, как спектакль? Я еще два раза скажу. И тогда тебе все объясню. Потому что у Эйфмана, я даже вижу, как он ставит, он поставил один вариант, потом ему из-за того, что он видит, это каждый день. Так надо убыстрить, это очень долго какая-то. Долгая любовь, так и видела, убьем, этого уберем, так ты тоже умри, и ты изменяй его, и вообще сходи с ума. И, как бы, мы тоже это репетировали, ну, конечно, это уже нормально. А мама говорит, я вообще ничего не понимаю. Ну, как бы, я все знаю, то есть я, ну, вот этот куда делся? Я говорю, мама, понимаешь, он там как-то так закатился, закулись, а он умер? А, да-да-да. Поэтому, конечно, я переживаю эти эмоции, но... Вот, не знаю, у вас бывает такой, вы репетируете какую-то реакцию, там, да, дуэт. А потом раз, слышите, вдруг эту музыку по радио или в фильме. Я говорю, блин, какая музыка-то крутая. А когда я танцую, и раз, и два, и три, и тут, и надо акцент, акцент. То есть вот это вот то, что происходит в голове, когда ты танцуешь на сцене. То есть ты должен сделать позу, позу, попасть, танцевать, да, и... Так я, конечно, оборстительная, какая-нибудь игрушенькая, но не до конца. То есть это дает огромный выплеск, но очень жадово, вот как краткое содержание эмоций. Какая любимая партия? Слушайте, у меня, на самом деле, все любимые партии. В какой-то момент это был тригамблик, потому что я не потанцевалась, он только вышел, уехали на гастрош, потом вернулись, потом еще вот эта премьера, пандемия. Каренина, ну, все так-так, штамп Карейдена. Ну, я и очень люблю Онегину, я очень любила Чайку. То есть все партии, но я, конечно, не очень любила маленький партий. Теперь ты глимируешься дольше, чем танцуешь. То есть ты как бы первый раз сидишь, во второй вышел, тут уже были еще поклонов ждать, это ужасно. То есть вот такие партии я очень люблю, хотя они яркие, эмоциональные, но короткие. Угу. Светила? Ну, да. У вас не появилось? Ну, тогда самый важный вопрос. А на кого глупо описано в основном? Какая у вас любимая страничка? За кем вы следите? Слушайте, я такая капризная в основном. Просто я только подписываюсь, то отписываюсь. Мне очень важно, чтобы я визуал, я очень люблю картинки. Мне главное, чтобы меня никто не раздражал. То есть я могу отписаться от своих подруг, потому что у них вдруг начинается какая-то селфи-мания, и я вижу по 20 фотографий лица в день. Я думаю, боже мой, как это возможно вообще будет. Я сразу отписываюсь. Поэтому я люблю какие-то, не знаю, дизайн интерьеров посмотреть. Я на многих подписана, но там есть такая функция в Инстаграме, когда ты скрыть публикации и истории. То есть это вот моя тема, она сейчас очень, у меня очень маленькое количество там, то есть кто подписан, я не могу посмотреть. И балеты я не подписана на многих балеринах не потому, что мне не нравится. Мне очень нравится, я люблю смотреть. Но также вот когда ведьма мне когда ставит балет, я не люблю смотреть другую хореографию. Я не люблю искать элементы из другой хореографии, из чужой. То есть я не люблю как-то грубо воровать. Я очень люблю придумывать что-то сама. То есть да, пусть это возможно, в итоге это будет похоже. Но я перед собой абсолютно буду честна в том, что это родилось в моей голове. Чаще всего когда я уходила в маленькую Сашинку, в которой все рождается. Но это придумала я. И я не подсмотрела, не подвредела, не решила кого-то скопировать. То есть именно для меня это важно. Потому что я на секунду не сбью тебя. Живые любые результаты начинают вот что-то один в один повторять. Я сейчас, блин, ну что фантазии нет своей. Но мне говорят в этот момент, Маш, ну ты же пример. И я думаю, а, ну ладно, если я пример, спрошу. Как вы пример, все меня еще становится. Вот. Пошли на запросы? Да, ноги подрастирались. Есть ли вопрос? Да. Есть. Сейчас, секундочку. Планируйте в будущем по всем телекору реакции у школы? Я сейчас как раз поговорила о том, чтобы дала в классе методику. классического преподавания в Академии Маганада. И я как раз учусь на педагога. Но я учусь не для того, чтобы преподавать. То есть у меня нет такой цели выучиться, чтобы прийти преподавать. Я учусь именно для того, чтобы, вот как я рассказывала эту историю, что у меня упущенный класс. И когда ты в 12 лет получил первый план, ты сразу их наделал. И в 14 станцевал ведущую партию. Мне, наверное, интересно узнать, как происходит методика в первом классе. Лицом к стану, на какой счет, как. И я понимаю, что я обретаю уверенность. Потому что меня тоже спрашивают многие артисты. Некоторые у вас преподают. У меня такой курс Таней Флинцевой. Она ведет у вас Федора Мурашева. Техни девочки. Техни девочки. Техни девочки. Техни девочки. Да, она сегодня как разговаривала. Вы придете к нам на лаврово, чтобы девушки красивые, чтобы придумали. И, собственно, они меня спросили, ты хочешь преподавать? Я говорю, ну, нет. Я ему не думаю, ладно. Я именно делаю это для себя. Ну, и очень круто учиться, когда ты понимаешь, что ты учишься, потому что ты этого хочешь. И с каждым уроком становишься более уверенным. Важен, когда у вас был такой запасной вариант. Что стать не сбудет, если у меня не получится? То есть у вас была какая-то другая профессия, которой вы бы хотели заниматься? Ну, или какое-то дело? Нет. Но вот был какой-то переломный момент, когда я хотел сутить модели. и не ушлось, а потом нет. То есть у меня как-то всегда была цель. Была цель не разочаровать, как-то порадовать. То есть когда ты становишься взрослее, ты начинаешь понимать, сколько труда в тебя вложили. То есть если переход на возраст, когда тебе абсолютно неважно, и не хочется знать, и вообще слушать никого не хочется, а вот лет 18-19 ты начинаешь понимать, сколько сделали родители, для того, чтобы ты был там, где ты есть, сколько в тебя вложили в пенагогию. Иногда даже еще позже ты это начинаешь понимать. Но вот в этот момент, когда я попала сюда в театр, я видела только цель. Я понимала, что моя мама так много гордилась, и мой папа. И действительно так и было когда-нибудь там моему папе на работе, ты говорила, обошел там твою дочку телевизору показывать. И мама говорит, ну, то есть было очень гордо. И ты понимаешь, что ты достиг этой цели, когда тобой гордятся твои родители. Потому что, конечно, вот это вот можно жить как хочешь, но все равно с возрастом ты поймешь, что ты должен сказать спасибо тем, кому ты должен. А это наш родитель. Ну, и педагогика нашла. А возможно, они вообще достичь цели и сказали, все, я достиг? Нет. Нет, нет, нет. Это невозможно, как бы. То есть, она только заканчивается, что... Да, я знаю то, что я ничего не знаю. И поэтому, чем взрослее, чем умнее, ты наполнение становишься, ты понимаешь, что места в тебе еще очень много, ты готов охватить очень много, но время идет слишком быстро. Так, Лиза, у тебя еще был вопрос? Да, еще есть вопросы у меня. Уже, сходи. Ты и тебе не наценишь. Просто приду. Скажите, а было такое, что, когда мы пришли в ответ, в ответ, получается, не было каких-то предстающих данных, надо было быстро-быстро их наработать, что-то доделать и одновременно усваивать материал в голове и как-то так. Приходилось любопытно называть данные, чем не хватало для человека. Перевод. У меня не очень прям хорошие данные. И, конечно, немного надо было развивать. И я жалею, надо было развивать лучше. Но у меня был один плюс, я очень быстро учу. То есть я могу выучить комбинацию, там, балет. Я получила целый балет, когда там у девочек со здоровьем что-то случилось, и я была уверена, что я остаюсь, я не еду на гастроли в Китай, а я гуляю целую неделю, то есть вообще отдых. И тут мне звонят, я как раз, там, не знаю, утром, после веселых гуляний с подругами, мне говорит Маша, надо срочно выучить жену в Чайковском. Потому что, там, с девочек плохо, и ты уйдешь в Китай. Я просто помню жуткое состояние, болит голова, мне включают это видео, говорят, Маша, ты хочешь повторить? А я говорю, нет. И я просто глядя по видео, я выучила весь балет, я просто встала и сделала один раз это. И есть такая способность, то есть я могу узнать одну комбинацию, она мне говорит, а другую на видео можешь сделать? Я не буду проверять, я могу сразу вставить и сделать другую. И поэтому, то есть, наверное, у меня многое было, не считая физических данных, то есть было достаточно много. Но самое тяжелое тогда, когда я учила бейдарку, это когда мне принялись, сказали, мы был вопрос, мы учили бейдарку, а это партнер. А я уже из художественной гимнастики, тогда были одни девочки, и потом были одни девочки, и тут какой-то дядька. Просто равно еще как бы артист балета, но он дядька. А мне 14 лет. И мне говорят, вот в третьем акте, когда выходит Ники, вот эта ЖТ должна положить руку на плечо. И я понимаю, что вот в плечо я не могу положить руку. Потому что здорово, когда ты привыкаешь к мальчишкам, они держат руку, ты знаешь, как положить руку, что сделать, то есть для меня это было вообще чем-то, я не знаю, медуза. Как вообще? То есть я все сделала сама, и, наверное, оттуда моя привычка все делает сама. Поэтому партнеры, как Борисеевич, говорят, ну с Машей даже я сделаю. Я буду стоять, а она раз, и уже на голове у меня. То есть, наверное, в этом есть какая-то фишка, и партнерам всегда легко, то есть когда ты сам отвечаешь даже за поддержку. Особенно это очень хороший совет девочкам, не надо надеяться на партнера, потому что партнер иногда может начать волноваться неожиданно. Это тоже очень сложно, когда у тебя будет партнер, раз в два раза и ничего не поменит. А ты не пил бы, допустим, сама. Вот, наверное, это был самый сложный для меня момент. Здравствуйте. Когда вы были маленькой, у вас был человек, у которого вы равнялись или умер? Вот здесь, конечно, очень сложный вопрос. Потому что тогда все было закрыто, да, интернета не было. Таких телефонов не было. У меня была кассета с Голиной Метенцевой, не знаю, знаете, вы такую плерену или нет. Чудом мне ее привезли из Москвы эту бассету. Я помню, что, конечно, она мне оказалась не очень симпатичной, но очень хорошей небесей была. Поэтому выбирать, на кого равняться. То есть у меня все-таки всегда восхищали какие-то красивые тетеньки, женщины. Ну вот, когда ты в детстве был, очень мне нравились купл-барни, но у меня никогда не было. Поэтому равняться, я точно могу сказать, что нет, не было такого кумира прямо. То есть когда я была на гимнастике, там строгая иерархия, и там действительно тебе нравятся девочки, старше тебя даже два года разница тебе казалось, что, боже, ну она такая взрослая, ну просто прям вообще. То есть там 8 и 10 лет. Потрясающе просто. И в 10 лет тебе кажется, что тех, кто в 12, это вообще за грани кандидатов из трансапорта, а не боги танцев. Но это так все. Помню, что очень нравится Майкл Джексон. Но я не уверена, что я хотела быть на него похожей. Вот. И Наоме Кэру. Вот. В клипе с Майкл Джексоном, когда черно-белый клип, наверное, мне казалось, что это прекраснейшая женщина, к сожалению, ну никак бы не быть на нее похожей, хоть ты, не знаю, в какао взмашься, это все равно будет немножко не то. А дальше, да, вот. Хотелось быть лучше, хотелось быть, наверное, не скорее похожей на других, нежели похожей на кого-то. Ну а какой-то профессиональный аналитик, может быть, сейчас есть какой-то профессиональный аналитик, сейчас тем более нет. Сейчас, наоборот, хочется быть не похоже, быть лучше, чем я была вчера, но быть нет, нет аналитика. То есть, как у Барышникова, быть лучше, но лучше с Маусином. Безусловно, да.